Приветствую всех, с вами Олег Саламаха и сегодня мы с вами посмотрим обзор 6-го игрового дня, то есть конец третьего тура, супер турнира Магнуса Карлсона, который проводится чемпионом мира совместно с интернет-площадкой CS24 с огромным призовым фондом в 250 тысяч долларов. Играются у нас партии Rapid с контролем 15 минут и 10 секунд добавления на ход. Внимание на экран. Сегодня играли французский суперграссмейстер Максим Вашевограф против суперграссмейстера из Поднебесной Дина Леженя, а также российский суперграссмейстер Ян Непомнящий против суперграссмейстера из Нидерландов Аниша Гири. Прежде чем начать обзор, я выражаю огромную благодарность Борису Виннику за хорошую материальную поддержку и напоминаю вам, друзья, что если вам нравится то, что я делаю и вы также хотите поддержать меня материально, то все ссылки и реквизиты вы можете найти в описании к ролику. Белыми играл Аниш Гири, черными играл Ян Непомнящий. D4, конь F6, C4, G6, конь C3, D5, CD, конь бьет D5, E4, конь бьет C3, BC и на доске защита Грюнфельда. Слон G7, слон C4, C5, конь Е2, рокировка, рокировка, конь C6, слон Е3. Соперники играют длинную теоретическую линию и B6, новая мода, новый, можно так сказать, тренд, который сейчас применяется в партиях супергроссмейстеров. Ладья C1, слон B7, то есть слона фенкетируют на поле B7, слон B5, ладья C8, ферз D2, E6, ладья D1, CD, CD и ферз D6. Играет Ян Непомнящий. И тут последовала новинка, ход H4. А Нижгири пытается расшатать оборону черных на королевском фланге, двинув вперед свою крайнюю пешку. В партии предшественницы, которая игралась между пинтовой Харикришна и единым лежением в Калькутте в 2019 году, слоны F4 играли белые, получали контрудар E5, тогда продвигали пешку на поле D5, Конь А5, слон Е3, ладья БЦ1, ладья БЦ1, ладья C8, H3, слон F8, ладья C8, слон C8, ферз C3 и соперники очень быстро согласились на ничью. Блокада достаточно крепкая и у черных, соответственно, позиция чуть похуже, но как реализовывать белым не совсем понятно. Итак, H4, ферзь B4, предложение размена ферзей, ферзь D3 в размене отказано, ладья D8, A3, ферзь E7, слон G5, слон F6, ферзь E3, защищая слона, и здесь Ян Непомнящий играет очень интересно, он играет H6, намереваясь упростить позицию по максимуму. Теперь, в случае слон бьет H6, а так Аниш Гири и сыграл, сильнейшее, кстати, надо было сыграть слон бьет C6, и после HG слон бьет B7, ферзь бьет B7, HG, слон E7, ладья бьет C8, ферзь бьет C8, ладья бьет C8 играть хуже из-за D5, и белый образует проходную пешку, этого черным, значит, нельзя допускать, поэтому ферзь бьет C8. Теперь F4, и кажется на первый взгляд, что позиция белых явно получше, но черные играют ферзь C2, ладья C1, ферзь A4, начинают цепляться к пешкам, например, ладья C3, B5, ферзь C1, B4, АБ, ферзь бьет B4, Ну и вторжение ладьи никак не опасно, черные уже готовы организовать контур-игру, связанную с проходной пешкой, белые могут сыграть ладья H3, намереваясь сдвоиться по вертикали H и поставить мат, но самое простое здесь сыграть слон F8, затем перевести слона на поле G7, страхуя себя от всяческих матов и неприятностей. И позиция здесь сложная, примерно равная, то есть белые на самом деле не успевают там сыграть как-то E5, конь G3, конь E4, конь F6, поскольку в этом случае слабнет пешка на поле D4, и у черных, не забываем, есть очень мощный козырь, проходная пешка по вертикали A. Поэтому здесь борьба была бы примерно равной. Но после H6, слон бьет H6, играет Аниш Гири, и контур-ударом конь бьет D4, я не помню, и сразу же решает все свои проблемы. Дело в том, что если сейчас взять на поле D4, то следует просто ладья бьет C1. Так, ладья бьет C1. Что же я все время промахиваюсь по фигурам? Ну и на ладья бьет C1, просто слон бьет D4. Таким образом, позиция полностью упрощается, и материальное равенство. Если же сыграть после конь бьет D4, ладья бьет C8, как было сыграно, то после конь бьет Е2 черные успевают забрать коня, разменяться, ну и получаются абсолютно равные позиции. И здесь соперники уже просто начали повторять ходы, и в итоге согласились на 29-м ходу на ничью троекратным повторением. Ну вот такая вот особо, можно сказать, без остреньких таких вариантов, позиционная чисто партия, где оба соперника действовали безупречно. Надо отметить и ход H6, очень интересный со стороны Яна Непомнящего. Ну и также идею Ани Шигири, новинка, связанная с продвижением крайней пешки. Идем дальше. Белыми играл Максим Вашевограф, черными играл Дин Лежень. Д4, конь Ф6, С4, Е6, конь С3, слон Б4, ферзь С2, Д5. На доске ферзевый гамбит, СД, ЕД, слон Ф4, рокировка, Е3, С5, ДС, слон бьет С5. Черные получают изолятор на поле Д5, конь Ф3, конь С6, слон Е2, и тут же избавляются от него ходом Д4. После ладья Д1, связка, ферзь Б6, ЕД, конь бьет Д4, конь бьет Д4, слон бьет Д4, рокировка. Получается примерно равная позиция. Слон Д7, ферзь Д2, слон бьет С3. Играет Максим Вашевограф, вернее Дин Лежень. И после ферзь бьет С3 у белых получается преимущество двух слонов и позиция явно получше. Ладья С8, ферзь А3, А5, поскольку угрожала слон Е3 с выигрышем пешки. А5, слон Е3, ферзь Б4, ферзь бьет Б4, А, Б. Ладья Д2, не пуская ладью на поле С2, слон Ж4. Ну и вот здесь единственный момент, который надо отметить в этой партии, что здесь после слон бьет Ж4, конь бьет Ж4, слон Ф4, с угрозой слон Д6 белые выигрывали пешку. На самом деле у черных нет удовлетворительной защиты от защиты этой пешки. Они в любом случае остаются без этой самой пешки слабой на поле Б4. После коня Ф6, Ф3, пока не пускаем коня. Ну и на ладья Е8 играем слон Д6. Пешка падает, надо играть Б3. И после АБ, Х5, вот эта позиция возникающая, конечно же, в пользу белых. У них сохраняется лишняя пешка, хоть и сдвоенная. И они здесь еще могут играть очень долго на победу. Хотя, конечно, позиция здесь, наверное, скорее всего, держится со стороны черных. Они ставят волнорез так называемый, то есть пешки по полям Ф7, Ж6, Х5. Ну и в итоге должны сдержать агрессию белых. После же слон Д3, слон Е6, слон Б1, Б3. Китайский суперграссмейстер избавился от своей главной слабости. Ну и все дальнейшее без комментариев, поскольку дальше позиция очень быстро начала упрощаться. Да, у белых преимущество двух слонов, но вот его уже и нет за пешку. Но разноцветные слоны на доске. Ну и эта ситуация, конечно же, гораздо более безопасная для черных. Тем более, что ходом Ж5 они достигают переход в разноцвет. Блокируют намертво всю позицию, все разменивают. Ну и здесь уже после ладья Ц3 соперники согласились на ничью. Понятное дело, что реализовать такую пешку в разноцвете абсолютно не представляется возможным. Поэтому идем дальше. Белыми играл Ян Непомнящий, черными играл Ани Шгири. Вторая партия. С4, Е5. Конь С3, конь Ф6. Конь Ф3, конь С6. Ж3, Д5. СД, конь Б5. Слон Ж2, слон С5. Ферзь С2. На доске у нас английское начало, вариант четырех коней. Конь Б4, ферзь А4. Слон Д7, ферзь Д1. Конь Д4, рокировка. Конь Ф3, слон Ф3. Конь С6, Д3. Рокировка, слон Е3. Конь Д4 играет Ани Шгири. И отдает пешку на поле Б7. Меняя ее на самом деле на пешку на поле Б2. Ладья Б8, слон Ж2. Ладья бьет Б2. Ладья Б1, ферзь Б8. Слон бьет Д4, слон бьет Д4. Конь Д5, слон Ж4. Конь Е7, шах, король Х8. Конь С6. Вилка, ферзь Б6. Конь бьет Д4. ЕД, слон Ф3, слон Аш3. И здесь после ладья бьет Б2, ферзь бьет Б2. Ферзь С1 играет Ян Непомнящий с нападением на ферзя и на пешку на поле С7. И вот здесь ладья Б8 играет Ани Шгири. И Ян Непомнящий находит великолепную возможность пожертвовать качество и получить за это качество две пешки и слона. С хорошими шансами на победу, поскольку в живых остается проходная пешка А. Если сыграть ферзь бьет А2, это, наверное, было самое сильное решение. Дело в том, что ладья по-прежнему висит. И получается вот такой вариант. Ферзь А1, взяли-взяли. Но здесь, строго говоря, грозит мат на поле Б1, поэтому белые не успевают взять пешку. Слон Ж2. Происходит переход в ладейное окончание без пешки у белых. Ну и вот здесь форсированный вариант получается. Ладья Е8. Если брать на поле Д4, это ошибка, поскольку в этом случае черные получают перевес, добираясь до белых пешек. Поэтому надо играть король Ф3, защищая пешку. Теперь ладья А8. Вновь приколывая ладью, поскольку только ладья уйдет, наша пешка сразу же ринется вперед. Ну и получается вот такая вот ничья повторением позиции. Но ладья Б8 играет Аниш Гири. Следует ферзь бьет С7. Слон бьет Ф1. Король бьет Ф1. Теперь брать на поле А2 нельзя. Висит ладья. И висит пешка на поле Ф7. Ф6. Ферзь бьет А7. Ферзь Б6. Ферзь Ф7. Ну и дальше давайте без особых пока комментариев до определенного критического момента мы с вами дойдем. То есть Аниш Гири начал очень упорно защищаться. И Ян Непомнящий пытается пробить эту позицию. На самом деле, конечно, вот здесь после ферзь С8 этот ход ошибочен. Вместо хода слон Ф3 надо было сразу играть А4 и пешка А идет вперед. Но пока слон Ф3 играет Ян Непомнящий. Ферзь Б3. Ферзь А5. Стоит. Пешка идет. Ферзь Ф7. Остроумный ответ. Нападаем на пешку на поле Ф5. Ладья Д6. И ферзь Е7. Играет Ян Непомнящий. Ну вот здесь Ж4 приводило вроде бы к выигранной позиции. Казалось бы, все так говорили и комментаторы, значит, которые комментировали эту партию. Но вот здесь проанализировав эту позицию с Лио ЧС Зеро, Лио, опять же, демонстрирует удивительную изобретательность. То есть она говорит, что ферзь Е5 нужно играть. На ЖФ, ладья Ф6. И делает ничью. Смотрите, как красиво движки защищаются. Ферзь Д7. Ферзь Ф4 с угрозой. Ферзь Ж5. И в случае А5, ну, белый проводит свой план напрямую. Иначе здесь усилений нет. Получается вот такая вот красивая ничья. Или получается ничья вечным шахом. Или если белый уводит короля на поле Х3, то следует взятие на поле Ф5. И везде ничья вечным шахом. То есть, что иначе делать? Ничего не помогает. Если слон Е4, то ферзь бьет Х5. Ну и получается вот такая вот симпатичная ничья. Ничья вечным шахом. Иначе здесь просто ничего не получается у белых. Итак, ферзь Е7. Ладья Д8. Слон С6. Король Х8. Король Х2. Ладья Ц8. Ферзь Е6. Ферзь А6. И неожиданно Аню Шугири удалось разменять ферзей. После чего защита стала достаточно легкой. Но надо отметить тот факт, что в дело вмешался, как это часто бывает, цейт нот. А Нишигири было очень мало времени на доске. И в итоге он все-таки допускает ошибку. Пока стоит, все правильно играет. Но вот здесь, король Ф6, этот ход ошибка. Следовало играть король Д6. Очень важно задержать именно пешку А. Быть в квадрате пешки А королем. И выясняется, что Ж5 не выигрывает. Ладья Ж1, король Ф5. Шах, король Ж6. Ладья Ц1. И возможность Ладья бьет Ц4 с прохождением пешки черной ферзи. Выручает черных. Вот этот нюанс, конечно, никто не заметил. Слон Б5, король Е5. Король Х6, король Ф5. Ну и после слон Е8. Ладья Ж1. Слон Д7. Получается форсированная ничья. Выясняется, что Ж6 вообще проигрывает из-за короля Ф6. И грозит мат. Приходится просто отдавать пешку. Иначе все, конец. То есть защиты здесь на самом деле нет. Уже у белых. Белые даже здесь проигрывают. Никуда пешка не идет. Например, на король Х7. Можно просто сыграть Ладья Ж3. И выясняется, что в Цуксванге белые. Пешка не идет. Мы ее просто забираем с шахом. Хотим свою забрать. Дать шах. И пешка Д идет. Короче, здесь плохо у белых. Поэтому после Ладья Ж1 надо играть слон Д7. Король Е5, слон С6. Король Ф5, слон Д7. Король Е5, слон С6. И белые вот таким вот образом держат позицию. Но опять же, все это просто чистая компьютерщина. И человеку эти варианты абсолютно не подвластны. Но после слон С4 было сыграно король Ф6. Это уже решающая ошибка. Слон Б5, Ладья Ж1. Ну, кстати, еще ходом король Е6 достигалась ничья этюдным путем. Опять же, движки ее видят. Но человеку в голову даже не придет такое. То есть, король бьет Д4. Отдаем уже мы три пешки. То есть, у белых три пешки лишних. Но позиция такова, что никуда никого не пропускаем. То есть, ну, иначе просто нет прогресса. Черные стоят, шахуют и так далее. Ну, опять же, скорее всего, где-то с человеческой точки зрения должен быть выигрыш. Но компьютеры говорят, что ничья. В общем, после слон Б5, Ладья Ж1. А5, Ладья Б4, А6. Еще даже здесь была, на самом деле, настоящая этюдная ничья. Вместо Ладья Ж7, как сыграл Аниш Гири, ход ужасный. Надо было играть Ладья Ж1. После король бьет Д4, Ладья С1. Отсекаем короля. Не даем ему прийти к пешке. В случае А7 мы просто на нее нападаем и съедаем. Слон С4, король Ф5. Король С5, король бьет Ф4. И черные ход в ход на самом деле здесь спасаются. После А1 ферзь у черных даже лишние качества. И белые здесь объявляют вечный шаг путем ферзь Ф8. Короче, и здесь была ничья. Но после А6, Ладья Ж7, все шансы исчерпал на защиту Аниш Гири. Повторюсь, что он играл на добавленных секундах. Поэтому понять, как правильно защищаться, было абсолютно нереально. А здесь Ладья арестована. И пешка аж ничего из себя не представляет. Белый король намного быстрее нападает на Ладью. Ну и здесь получилось так, что белые получили две лишних пешки в ферзевом окончании. Спасения здесь, строго говоря, не было. Но здесь Аниш Гири еще нарвался на размен ферзей. После размены ферзей две лишних пешки, конечно же, не оставляют никаких шансов на спасение. В общем, Ян Непомнящий победил. Он вырывается вперед в этом самом противостоянии. А мы с вами идем дальше. Белыми играл Дин Лежинь. Черными играл Максим Вашьелограф. Д4, Д5. С4, С6. Конь Ф3, конь Ф6. Е3, слон Ф5. На доске у нас славянская защита. Конь С3, Е6. Конь Х4, слон Е4. Ф3, слон Ж6. Ферзь Б3, ферзь С7. Слон Д2, слон Е7. Ж3, ДС, слон БЦ4. И вот здесь после А6 случилось нечто необычное. Дело в том, что здесь у Дин Лежиня произошел дисконнект. И ему было присуждено поражение. Все зрители в недоумении уставились на результат партии после хода А6. 0-1. Никто ничего не понимал. Но потом партия продолжилась. Кстати, из-за этого произошел сбой на многих шахматных серверах. Но потом партию все-таки восстановили. Итак, Е4 сыграл Дин Лежинь. Б5, слон Е2, конь Д7. Рокировка, рокировка. Е5, конь Д5. Конь бьет Д5, ЦД. Конь бьет Ж6, АЖ. Ну и на самом деле в этой партии особо ничего интересного не было. Поскольку соперники быстро разменяли все тяжелые фигуры. Перевели игру в окончание легкофигурное. Здесь даже черным удалось выиграть пешку. Но конь застрял у черных. После короля Ф3, короля Ф8, слон С2, слон бьет Е3. Король бьет Е3. Конь С5, король Д4. Выяснилось, что белые, если, например, черные сыграют конь Д7, белые хотят сыграть слон А4, напасть на коня и прорваться королем. Получить проходную пешку по вертикали Б. Поэтому после короля Д4, Б3, играет Максим Вашьевограф. Слон Д1, конь Е4. Ж4, конь Ф2. Слон Ф3, конь Х3. Король Е3, Д4. Король бьет Д4, конь бьет Ф4. Король Е3. И выяснилось, что здесь у черных застрял конь. Не стал считать варианты Максим Вашьевограф, связанные вот с таким вот пешечным эншпилем. Здесь, конечно, следует посчитать. Все ход в ход. Поэтому нужно было это сделать. Но здесь выясняется, что после Ф5 пешка у черных тоже дает им шансы на ничью. Ну, конкретно здесь четко получается ничья в пешечном окончании. После король Е3, Ж5 сыграл француз. ХЖ, конь Х3. Ж6, ФЖ. Ну и вот это окончание, которое кажется с виду выигранным за белых. Выяснилось, что это окончание ничейное, поскольку белые не в состоянии никуда прорваться. Черные ставят блокаду. Съедают все пешки. Ну и партия на 63-м ходу закончилась ничью. Ввиду полного истребления сил. Идем дальше. Белыми играл Ани Жгири. Черными играл Ян Непомнящий. Д4, конь Ф6. С4, Ж6. Конь С3, Д5. СД, конь Б5, Е4. Конь Б5, С3, БС. Вновь на доске защита Грюнфельда. Слон Ж7, слон С4. С5, конь Е2. Рокировка, рокировка. Конь С6, слон Е3. Б6, ладья С1. Соперники повторяют позицию. Слон Б7, слон Б5. Ладья С8, ферзь Д2. Е6, ладья Д1. СД, СД. И вот здесь конь А5. Играет Ян Непомнящий. И это новинка. Но, кстати, новинка, можно сказать, так себе. Черные пока нападают на пешку. На поле Е4. В партии предшественницы между пинтовой Харикришном и Дином Леженем. Опять же, следовало ферзь Д6. Мы с вами это уже видели. Итак, конь А5, ладья БЦ8, ферзь БЦ8. Слон Ж5, А6. Слон Д3, ферзь Д7. Слон А6, ладья С8. Слон БЦ7, король БЦ7. Х4, конь С4. Слон БЦ4, ладья БЦ4. И Х5 играет Ани Жгири. На самом деле, позиция у белых достаточно грозная. И здесь Ян Непомнящий очень грубо ошибается, играя Ф6. Казалось бы, освобождая дорогу королю. Но следовало сыграть слон БЦ4. Принять жертву пешки. После конь Ж3. Значит, есть ход ферзь Ф4. Но также есть и ход конь Ж3. После слон Д5, А6, шах, король, Ф8, конь, Ф1. Белые осуществляют следующую перегруппировку. Они ведут ферзя на поле Ф4. Коня на поле Е3. И позиция получается достаточно грозная у белых. Далее конь через поле Е4 может прийти на поле Е5. А также на поле Ф6. Все это требует большого тщательного анализа. Ф6 играет Ян Непомнящий. Следует ферзь Е3. У белых, на самом деле, большой уже перевес. Ферзь А4. Ян Непомнящий совсем растерялся. Ладья Б1, атакована пешка. Ферзь С2. Нападение на ладью. Ладья бьет Б6. Ферзь бьет Е4. А6, шах, король Ф7. И здесь конь Ф4. Находит очень сильное возражение Ани Жгири, нападая на пешку на поле Е6. Е5. Это уход уже не от хорошей жизни. ДЕ, ФЕ. Ферзь бьет Е4. Слон бьет Е4. Конь Х3. И белые должны побеждать путем задвижения коня на поле Ж5. Все классно сделал гроссмейстер из Нидерландов. Но в дело вмешался Цейтнод. Дело в том, что на каждый ход Ани Жгири все тщательно продумывал. Слон Д5. Конь Ж5. Шах. Король Е7. Конь бьет Х7. Ладья Ж4. А Ян Непомнящий ищет шансы. Ж3. Ладья Ц4. Угрожая матом в два хода. Ну и вот здесь Ани Жгири, у которого был огромный на самом деле материальный перевес. По компьютеру здесь уже плюс 3. То есть абсолютно выиграно. Выпускает из виду весь перевес ходом ладья Б1. Невнятным ходом. После чего черные резко активизируются и находят контр-игру. Выигрывал ход Ф3. Дело в том, что на слон бьет Ф3. Мы играем Конь Ж5. Нападая на слона и угрожая просто продвижением пешки ферзи. Мата никакого теперь уже белому королю нет. И удивительно, что Ани Жгири не нашел такой простой выигрыш. Опять же. Что делать еще после Ф3? Ну спасения уже не было. Белые просто побеждали. Но ладья Б1 сыграла Ани Жгири. После ладья С8 выяснилось, что Конь застрял. Ладья Е1, ладья Х8. Ладья бьет Е5, Король Д6. Зависла ладья, завис Конь. И здесь весь перевес уже выпустил Ани Жгири. Но опять же отмечу, что после ладья С8, ладья Е1, ладья Х8, если уходить Конь Ж5, то тогда ладья бьет Х6. И грозит мат. И здесь уже после Ф3, ладья Х5, ситуация совершенно другая. После ладья бьет Е5, Король Д6, Ф4. У черных здесь хорошая контр-игра, несмотря на потерянную пешку. Есть шансы на ничью. Тем более, что пешку на поле А2 черные в любой момент смогут отыграть. Но после ладья бьет Е5, шах, Король Д6. Ладья Ж5, ладья бьет Х7. Ладья бьет Ж6, Король Е5. Ладья бьет А6. Получает Аниш Гири 4 пешки за фигуру. Но пешка аж заблокирована. Король у белых не обеспеченный. И очень быстро эта партия завершилась в ничью. Здесь, после того, как обе пешки были съедены, после Ф3, Аниш Гири предложил ничью, которую я непомнящий, конечно же, принял. Ну что тут можно сказать? Очень обидное упущение Аниш Гири. Вот действительно какая-то карма над ним давлеет. Знаете, вот тот злой мем, когда все ходы выигрывают, и единственный ход делает ничью. И Аниш Гири делает этот ход, делающий ничью. То есть мистер ничья, да, как его еще называют в интернете. Вот здесь Аниш Гири, который получил просто огромный перевес и должен был побеждать несложным ходом Ф3, выпуская короля из матовой сети. И дальше просто конь идет на поле Ж5 и пешка на поле Х7. Ну вот здесь Аниш Гири попал в цитнот и выпустил весь свой перевес. Короче, счет остается в пользу российского гроссмейстера. И мы с вами идем дальше. Белыми играл Максим Вашьевограф, черными играл Дин Лежень. Д4, конь Ф6, С4, Е6, конь С3, слон Б4, ферзь С2, Д5, СД, ЕД, слон Ф4. Вновь у нас на доске ферзевый гамбит, вариант защиты Немцовича. С5, ДС, конь С6, Е3, ферзь А5, конь Ф3, слон Ф5, слон Д3, слон бьет С3, БС, слон бьет Д3, ферзь бьет Д3, ферзь бьет С5, рокировка, позиция примерно равная. У белых слаба пешка на поле С3, у черных изолятор на поле Д5. Рокировка ладья С1, ладья С8, H3, конь Е4, С4. Ну и после того, как были разбиты пешки, ничего абсолютно интересного больше в этой партии не было. И соперники еще достаточно долго играли, но перевели партию в окончание. Скучная игра, ничего интересного не было. Быстренько все упростили. И в итоге вскоре согласились на ничью. В общем, скучно играют два этих товарища. Неинтересно смотреть за этой игрой. Быстренько соперники здесь действительно доигрались. Следует подрыв. Ну и игра до голых королей. Поэтому, скорее всего, если в третьей партии ничего экстраординарного не случится, а это, кстати, у нас была уже третья партия, на секундочку. То есть, в четвертой, да, получается, решающей партии, если никто из них не откроет счет, то нас ждет партия Армагеддон. Ну а случится это или нет, узнаем прямо сейчас, поскольку мы идем дальше. Белыми играл Ян Непомнящий, черными играл Ани Шгири. И турнирная ситуация была таковой, что Ани Шугири, который мог, в принципе, сравнять счет в предыдущей партии, поскольку имел огромный перевес, теперь нужно было по заказу отыгрываться черными фигурами. Е4, С5, Конь Ф3, Д6, Слон Б5, Конь Д7, Д4, СД, Ферзь бьет Д4, А6, на доске сицилианская защита, вариант Рассалима, Слон Д7, Слон Д7, рокировка Конь Ф6, С4, Ж6, Конь С3, Слон Ж7, Слон Ж5, рокировка, Вадя Д1, А6, Слон Бьет Ф6, Слон Бьет Ф6, Е5. Положение примерно равное. Черные получают слабую пешку на поле Д6, но в итоге все разгружается. Ферзь А5, Ферзь бьет Д6, происходит размен тяжелых фигур. Ну и вот здесь ладья А1. Удивил, конечно, Ян Непомнящий ходом ладья А1. Можно было, конечно, отступить ферзем, но ладья А1 допускает временную жертву ферзя и взятие пешки. Правда, мне кажется, что все равно Ян Непомнящий издалека видел позицию, где получается у него в итоге три пешки против двух. Ну и эта защита абсолютно легкая для гроссмейстеров экстра-класса. То есть все пешки на одном фланге и как ни старался А1 что-то сделать, даже отсек короля. Но все равно эта позиция с огромным запасом ничейная, ничего не удается черным. И в конце концов, поманеврировав еще достаточно большое количество ходов, А1 смирился с неизбежным. И на 73-м ходу была зафиксирована ничья. Таким образом, Аниш Гири проигрывает матч Яну Непомнящему с минимальным счетом два с половиной очка на полтора в пользу российского гроссмейстера. Ну и опять же, здесь только Аниш Гири может пенять на самого себя. Судьба ему давала великолепный шанс отыграться в предыдущей партии, но он все шансы растерял. И вновь пока в багаже гроссмейстера из Нидерландов, несмотря на то, что уже прошло достаточно много партий, нет ни одной победы. Поражения сменяются вот такими вот сухими, бесцветными ничьями. И, конечно, болельщикам Аниш Гири в данный момент не позавидуешь. Их кумир их не радует, к сожалению. Ну а мы с вами идем дальше. Белыми играл Дин Лежень, черными играл Максим Вашьевограф. И тот, кто побеждал, тот побеждал в матче. Ну а если ничья, то нас ждет партия смерти. Соперники действительно очень достойны и играют на равных. Д4, Д5, С4, С6, Конь Ф3, Конь Ф6, СД, СД, Конь С3, Конь С6. На доске славянская защита, разменный вариант. Слон Ф4, Слон Ф5, Е3, Е6, Слон Е2, Слон Д6, Конь Е5, рокировка, Конь БЁЦ6, БЦ, Слон БЁД6, Ферзь БЁД6, рокировка С5, Конь Б5, Ферзь Б6, ДЦ, Ферзь БЁЦ5. Позиция получилась примерно равная. Ладья С1, Ферзь Б6, Ферзь Д4. Происходит размен Ферзей. Ну и опять же, соперники настолько играют классно, никто не ошибается. Белые чуть-чуть получают позицию поприятнее, но черные четкой игрой гасят всю инициативу белых. И в итоге очень быстро соперники доигрались до равной позиции. Здесь немножечко поманеврировав, соперники вскоре начали повторять позицию. И на 44-м ходу согласились на ничью. Ну вот такие вот действительно я бы сказал наверное все с точки зрения любителя, да? Незрелищные, неинтересные партии мы с вами увидели между двумя этими шахматистами. И теперь им предстоит выяснить, кто из них сильнее, сыграв партию смерти Армагеддон. Напоминаю правило, что игрок, которому достанется по жребию белые фигуры, получает на минуту больше. То есть он получает пять минут в свое распоряжение, а соперник играющий черными четыре минуты. И играющего черными устраивает ничья. Игра ведется соответственно либо до ничьей, либо до победы одной из сторон. Ничьей здесь быть не может. И дальше проходит у нас только один. Итак, смотрим. Белыми играл Дин Лежень, черными играл Максим Вашьелограф. Итак, белые имеют на минуту больше и ничья их не устраивает. Нужна только победа. Д4, Д5, С4, С6, Конь Ф3, Конь Ф6, Конь С3, Слон Ф5. На доске ферзевый гамбит славянская защита. После ЦД Конь Бьет Д5 разменный вариант. Ферзь Б3, Ферзь Б6 применяет гамбит француз. Конь Бьет Д5, ЦД, Ферзь Бьет Д5 смело идет в бой. Дин Лежень принимает брошенную перчатку. Е6, Ферзь Б3, Конь С6, Е3, Конь Б4 идет во все тяжкие. Максим, ваш елограф, угрожая вилкой, Конь С2, но все это на самом деле давным-давно известно и является забракованным теорией. Надо отметить, что здесь Дин Лежень действовал очень неэкономично, не, значит, играл достаточно вдумчиво и на самом деле лишнюю минуту уже он давным-давно спалил, но надо сказать, что качество его игры неизменно было очень высоким. Итак, Ферзь А4, Шах, Король Д8, Слон Д2, нападая на Коня, Конь С2 и Король Е2. И выясняется, что черные не успевают съесть ладью из-за угрозы Слон А5, вилка. Если бы белые ошиблись, сыграв Король Д1, то после Конь Б1, Слон А5, черных выручал ход Слон С2. Видите, это вилка на Короля и на Ферзя. А здесь после точного хода Король Е2 пустился во все тяжкие Максим Вашеваграф, Ферзь бьет Б2, но это уже форсировано проигрывает. Конь Е5, угрожая матом на поле Д7, Б5, Ферзь А5, Шах, Король Е8, и после Ферзь С7 жирная точка, грозит мат на поле Д7, грозит мат на поле Ф7, наводя Д8 следует, Ферзь бьет Ф7 мат, Ферзь в лагере белых застрял, ни единого Шаха белому королю нет, ну можно конечно дать Шах на поле Д3, но это ничему не приведет, король просто может убежать даже на поле Ф3, после чего мат черному королю не минуем. Разгром случился на самом деле в этой партии, никакой борьбы не получилось, Дин Лежень в 16 ходов обыгрывает французского супергроссмейстера Максим Вашеваграфа и соответственно одерживает победу в этом матче. Ну а кто как сыграл и кто сколько очков получает, а также положение участников после трех игровых дней мы с вами увидим прямо сейчас. Внимание на экран. Результаты участников вы видите на ваших экранах. Итак, Дин Лежень обыграл французского гроссмейстера Максим Вашеваграфа со счетом 3-2 и Дин Лежень получает два турнирных очка, а Максим Вашеваграф одно. И я не помнящий в основное время обыграл своего соперника Ани Шегири из Нидерландов со счетом 2,5 очка на полтора. Ян не помнящий получает в свою копилку 3 турнирных очка. Результаты участников после трех туров следующие. На чистом первом месте чемпион мира Магнус Карлсон с 8 очками. На втором месте Хикару Накамура американский гроссмейстер с 7 очками. На третьем месте Дин Лежень 6 очков. На четвертом Максим Вашеваграф который делит с четвертого по шестое место с Яном Непомнящим и Фабиано Круаной у них по 5 очков. И с седьмого по восьмое место делят Ани Шегири и Алирыза Феруджа у которых пока нет абсолютно никаких очков. Очевидно, что эти два гроссмейстера являются в этом супер турнире явными аутсайдерами. Я выражаю огромную благодарность тем людям, которые материально поддерживают мои обзоры и напоминаю, что я делаю обзоры на совершенно безвозмездной основе. Поэтому, если у Вас есть желание отблагодарить меня материально, поскольку я стараюсь сделать для Вас качественные оперативные обзоры, то все реквизиты и ссылки, по которым можно меня поддержать, Вы найдете в описании к этому видео. Друзья, если обзор Вам понравился, то поставьте ему лайк, подпишитесь на канал, включите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале. Если Вы пропустили обзор предыдущего или хотите посмотреть обзор следующего тура, то щелкайте по конечным заставкам, расположенных слева и справа от меня, слева будет обзор предыдущего тура, а справа будет обзор следующего тура. Таким образом, вы не пропустите все туры и будете всегда в курсе всех событий, проходящих на моем канале. Я благодарю Вас за внимание, еще раз ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если кого вдруг не уговорил в первый раз, оценивайте мой труд, пишите комментарии, как можно больше хочу комментариев, обратной связи от Вас, и увидимся на обзоре следующих супер-турниров. Счастливо!